И у нас в гостях на стенде издательства «Эксмо» Татьяна Устинова. Самое трудное – это писать книгу, да, на самом деле. То есть вот момент для меня сложный. Бывают истории, которые пишутся на одном дыхании. Вот книжка «На одном дыхании» была так и написана. То есть мы были в прошлом году на Байкале с сестрой и плавали на кораблике по этому совершенно волшебному озеру, очень страшному, потому что там дуют ветра. Я вот узнала о том, что баргузин, который должен пошевеливать вал, это вовсе никакой не гребец, который гребет и шевелит вал, а ветер со стороны баргузинского залива. То есть вот я такая дикая, что я этого не знала. И я в одну минуту я поняла, что именно я должна написать, как должна, как вам сказать, звучать эта книжка. И я начала ее там писать на этом кораблике на Байкале ручкой на бумаге от руки. То есть это непридуманная история. У меня была ручка и тетрадка, компьютера не было. Я начала ее писать ручкой на бумаге, и я ее все написала ручкой на бумаге. Ребята, это очень странное чувство, да, потому что потом приходил, когда набор, ее приходилось отдавать в рукописном виде, да. И приходил набор, там сверху написано, им Хохлова, там какая-то текает странность. Я думаю, боже мой, какая-то Хохлова, это не Хохлова, это я. А мне редактор мой говорит, послушай, ну Хохлова это человек, который набирал. Конечно, это не ты. И вот я написала очень быстро, там, наверное, недели за пять, просто не отрываясь. И ручка моя, ручка, подаренная мне друзьями, ручка очень дорогая. То есть я, находясь в драме уме и твердой памяти, никогда себе такую не куплю. Это мне подарили люди для того, чтобы сделать как бы некий приятный подарок. Ватерман, она после того, как она поставила точку последнюю, вот она развалилась на составные части, на столе растеклась черными чернилами лужи, это правда. И когда так бывает, хорошо, но бывает вот так, как сейчас, когда я, я не могу связать двух слов, мне кажется, что это все ужасно. Мне кажется, что Бог ума не дал, да, и что вот это продолжающееся какое-то усилие никогда не вознаградится, я не допишу. Хотя мне нравится история, которую вот я сейчас придумываю. И вот это самое трудное, вот что-то все-таки сказать, несмотря на то, что кажется, что все плохо. Ничего не получается, слова какие-то вялые, эмоции дурацкие, и вообще жизнь не удалась. Дорогие уважаемые читатели, книжная ярмарка – это всегда большое событие. Особенно большое событие это для нас, для нашего издательства, которое является практически одним из самых крупных в России. Выставки книг – это всегда прекрасно, выставки оружия – это плохо. Я всегда говорю одно и то же. Читайте книги, некоторые из них специально для этого написаны. Это придумала не я, это придумал Оскар Уайль. И его совету вполне можно последовать. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!